Здравствуйте! Садитесь! Анатолий, сели сразу все красиво? Дико сел красиво, да? И давайте сразу определим правила Правила на сегодняшнем уроке У нас будет такое слово волшебное Слово «Внимание» Вот это слово, когда вы должны отложить ручки, карандаши И повернуться ко мне Не только повернуться, но и повторить тот жест, который я буду показывать Допустим, я говорю «Внимание!» Что я должен сделать в класс? Один человек догадался Василий, «Внимание!» Все, понятно условие? Хорошо, итак Сегодня мы с вами продолжаем изучать правление Николая Первого Уже неоднократно о нем говорили И у меня сразу возникает вопрос к вам Скажите, пожалуйста, а вот можете ли вы мне назвать имена родителей Николая Первого? Сразу ступа, вспоминаем Итак, имена родителей Николая Первого Кого мы помним? Пожалуйста Отец Павел Отец был Павел Первый Хорошо А кого-нибудь еще из ближайших родственников помните? Знаменитых родственников? Бабушка Екатерина Вторая Бабушка Екатерина Вторая Замечательно Да еще помним родственников? Нет? Ну как вспоминаем, Алексей? Бабушка Екатерина Второй Бабушка Екатерина Второй Какой он? Старший, младший? Он самый старший Старший брат Александр Первый Замечательно Вы знаете, оказывается, в 2015 году будет юбилейная дата 190 лет со дня начала правления императора Николая Первого Вот обычно к юбилейным датам либо ставят памятники, либо какие-то стеллы И я тоже решила Почему бы нам не поставить памятник с вами Николаю Первому? Тем более, что повод для этого есть Оказывается, вот я когда готовилась к уроку Я выяснила такой момент, что императору Николаю Первому было поставлено множество памятников Но большинство из них уничтожили во время советской власти Итак, давайте посмотрим на те памятники, которые остались Вот первый памятник, который мы с вами видим, это конная статуя Шестиметровая статуя, автор которой, автор Петр Карлович Клод И поставлена эта статуя в городе Санкт-Петербург Статуя уникальна Во-первых, уникальна то, что впервые в истории архитектуры Конь стоял только на двух задних лапах Только после этой статуи всех остальных полководцев, генералов, императоров Стали вот, именно конь начинал держать статуи именно на задних лапах Ну а во-вторых, мы с вами видим, что этот памятник у нас состоит из нескольких частей Какие мы части видим здесь? Илья? Постамент Постамент мы видим совершенно правильно еще То есть сама основа, которая представлена Ну и уже наверху И наверху сам памятник Сам памятник Скульптура Скульптура, совершенно верно Так вот, на самом деле, вот этот постамент тоже имеет определенные изображения Во-первых, здесь изображены четыре, ну скажем так, страницы из жизни императора Первая страничка, это визит императором в Москву во время страшного заболевания Кто помнит, какая там эпидемия была? Холера Эпидемия Холеры, совершенно верно Вторая, это был как раз момент, когда император отдал приказ построить мост, железнодорожный мост Третий у нас с вами момент был, это восстание декабристов И четвертый, как раз момент, когда император отдавал свой орден Андрея Первозванного, Спиранскому А кто вспомнит, за что Спиранский получил этот орден? Спиранский сделал что-то такое для государства И издал свой закон Молодец, он издал свой закон Вот Андрей, молодец Итак, то есть мы видим, памятник-то несет в себе глубокую смысловую нагрузку То есть фактически здесь отражено все правление императора Тем более, что вот эти четыре статуи женских, это вера, надежда, любовь Они были изображены с лицами супруги и дочерей императора Николая Вот это самый, наверное, большой памятник, который сохранился Второй памятник находится в Витебске, на железнодорожном вокзале А кто вспомнит, почему к железнодорожному вокзалу Николая Первого таким образом привязали? Пожалуйста Он первый построил, дал приказ построить железную дорогу от Москвы до Санкт-Петербурга Молодец, совершенно правильно И третий, ребята, памятник стоит в Технологическом университете Санкт-Петербурга Предположите, а почему в Технологическом университете памятник императора? Причем там написано императору от благодарных потомков Кирилл? Ну, может, потому что он создал этот, ну, то есть основал этот университет Ты молодец На самом деле, именно император Николай Первый основал первый инженерный технологический университет в России Поэтому вот такой памятник ему и поставили Я его поставила уже в современной мире, в современной жизни, в 2003 году Итак, ребята, давайте-ка мы с вами подумаем Сегодня на уроке мы должны с вами поставить такой, ну, скажем, образный памятник Николаю Первому Что мы должны сделать для того, чтобы грамотно, четко поставить памятник или стелуем императору, правителю? Какие этапы? Что мы должны сделать сегодня на уроке? Давайте цель поставим Давайте с Андреей начнем Если он знал уже слуги, за что ставить памятник, что он такого сделал в жизни страны Может, надо знать его образ, то есть, как он сам выделил Наверное, все Итак, давай первое выделим, это достижение Нам нужна в жизни страны Молодец, хорошо Что он сделал для страны? Ну, сказать, да? Нет, 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 мы просто сформулировали А что он сделал для страны? Да Во-вторых, надо знать его образ, то есть, как он сам выглядел, его черты Черты И в-третьих, наверное, ну, знать, какое надо ставить То есть, либо такой большой, либо... Небольшой, да, можно памяти поставить Хорошо, еще Василий Изучить историю его управления Молодец, мы должны изучить историю его управления Еще, у Ильи были какие-то, да, идеи? Характер Характер человеком, спасибо Еще Второй столик посыпаемся, думаем, думаем Вася Мнение жителей государственных Мнение современников, да, об этом человеке Кирилл? Внешность Внешность человека Хорошо Скажите, пожалуйста, а каждому ли человеку мы возводим памятники в истории? Маша, ты как думаешь? Маша задача сегодня восстановить историческую несправедливость И попробовать возвести памятник императору Николаю Первому И для этого самое главное, что мы должны сегодня, Алексей, сделать? Изучить правление Николая Первого Совершенно правильно Итак, ребята, мы с вами приступаем Первая часть задания, с которой мы начнем Давайте с вами подумаем С какого этапа мы должны начать изучать правление Николая Первого? Настя Сразу реформы, да, возьмем раз И будем изучать реформы Вот мы памятник будем возводить Игорь, помогай С тем, как он взошел на престол Так, как взошел на престол Еще Что мы должны узнать о человеке? Мы готовимся поставить ему памятник Надя Биографию Биографию Мы должны познакомиться с этим человеком Первый этап Мы с вами начнем с изучения документов Это современники, которые говорят нам о самом человеке Я вас сразу хочу предупредить, что все высказни будут очень противоречивыми Итак, на столах перед вами есть рабочий лист по цифре 1 Пара, каждая пара берет себе листочек по цифре 1 Ваша задача сейчас буквально одну-две минутки прочитать И во время чтения совместно можете взять любой фломастер и подчеркнуть Выделить какие-то важные слова, которые нам потом помогут составить портрет императора Итак, вы работаете пока только в парах Разговаривать тихонечко можно Время пошло, пара минут у вас есть Работаем Прямо в тексте можете подчеркнуть То, что, мне кажется, не будет Прямо в тексте Вы знаете, вы можете здесь выбирать даже словосочетание, которое нам потом нужно будет прямо на памятник нанести. Допустим, какие слова вам кажутся наиболее точными. Продолжение следует... 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 Заканчиваем. Внимание! Ага, только половина класса меня, да, вспомнила слово. Внимание, сразу повторяем, что я делаю. Молодцы, красиво сеют. Ну что, вы выбрали по три высказания. А сейчас я хочу, чтобы те ребята, которые сидят под номером один, Ира, Андрей, Игорь и Анатолий, выступили от своих команд и сказали, какие они высказания выбрали и почему. Давайте я вас прошу вот сюда выйти. Итак, пожалуйста, вот сюда, ребята, выходим. И мы начинаем. Кто первый из вас начнёт? Давайте, начнём с Андрея. Говорим по-моему. Есть его самая величественная из всех, какие мне приходилось видеть Европу. Красавец с величественной осанкой. Что-то говорил о том, что он был высокий, статный. Такой весь, что ли, гордость нём-ка это была. Он величественный. Он был красив, но красота его вдавала холодом. Нет лица, которое так беспощадно обличало характер человека, как его лицо. Но главное глаза, без всякой теплоты, без всякой милосердия. Зимние глаза. То есть... Красивый, но какой? Но хладнокровный. Холодный, да. Да, то есть очень такой с чертой... Гардерилый, да, наверное? Ну да. Спасибо. И третье. Вел аскетически здоровый образ жизни. Никогда не пропускал воскресное благослужение. Не курил, не любил курящих, не употреблял крепких напитков. Но выходил пешком. Также отличался хорошей памятью и большой работоспособностью. Рабочий лень и длился от 16 до 18 часов. Так. Ну такая большая характеристика. Вот скажи, пожалуйста, если бы тебе сказали сейчас вот прямо подпись к памятнику. Что бы ты написал? Какое? Три слова. Может быть, три словосочетания. Свобода любимого, гордого властителя. Гордый, властительный, свободолюбивый. Молодец. Хорошо, Ира. Мы, кстати, говорили то же самое. Но тогда я от себя скажу три словосочетания. Я считаю, что благородный властитель образец для подражания. Ну, идеальная натура. Идеальная натура. Ничего себе, да? Человек, про которого говорят, он идеальная натура. Игорь, у нас сегодня идеальная натура, серьезный. Давай. Это император, тонко понимающий свой собственный народ. Ага. Внутреннее управление, которым сопряжены у него замечательные знания положения дела. Он был красив, но красотой его обдавал холодом. Медлица, которая так беспощадно обличала характер человека, как его лицо. Лоб, быстро бегущий назад. Нижняя челюсть, развитая за счет черепа. Выражали непреклонную волю и слабую мысль. Больше жестокости, нежели чувственности. Но главное глаза. Без всякой теплоты, без всякого милосердия. И последнее. Кажется, в России сегодня не воруют только два человека. Ядов и Сашка. Кстати, это очень интересная рассказа. Вы обратили внимание, к кому он эти слова говорил? Сыну. Своему сыну Александру Второму. Как вы думаете, о чем он это вообще говорит? Что в России происходило? О зарастливых. Коррупция. Это как раз он говорил эти слова во время Крымской войны. И вот здесь. А о чем это говорит? Как о самом Николае. Какое качество его? Потому что он не смог подавить его. Честный был, да? И не смог, к сожалению, с воростом справиться. Анатолий, следующее. Он был идеальной натурой. И неудивительно, что сохранил этот отпечаток при всех событиях, начиная с декабристов, в течение дальнейших событий, происходящих в его жизни. Давайте слова сочетания. Вот эти большие фразы, они ни о чем не говорят. Прямо слова сочетания. Какой он был тот? Он понимал свой собственный народ. Он сохранял спокойствие в каких-то ситуациях, например, в восстании декабристов. И вел здоровое уображение. Вел здоровое уображение. Спасибо. Вот сейчас я вам даю задание. Вы между собой, пожалуйста, быстренько заберитесь и дайте мне через 30 секунд ответ. Три любых высказания всего, что вы говорили, качества Николая I, которые вы выделяете как самый главный. Поехали. Итак, между собой, быстренько, три любых качества. Ну а мы с вами сейчас давайте подумаем. Вот Николая мы описали, да, с равных сторон. Вы заметили, вроде красивый, холодный, вроде бы очень умный. А найдите слова королева Виктория, что про него говорила? Как она отзывалась у него? Кто найдет, Ира? Что говорила про него королева Виктория? Пошли? Она говорила, что он недалекого ума, то есть не совсем образован. А кто вспомнит причину, почему он был недалекого ума? Чему вы его учили? Как его воспитывали, Кирилл? Ну, мы готовили к военной службе. Да. Потому что никто не думал, что он был. Молодец. Совершенно правильно. Итак, слушаем, ваш вердикт. Три качества Николая Первого, которые вы выделили. Трудолюбивый, работоспособный и самодержавный. Самодержавный властитель, трудолюбивый. А давайте трудолюбивый, работоспособный на какой-нибудь еще одну замену. Идеальная натура. Честный или идеальная натура. Молодцы, спасибо. Садимся, очень хорошо. Итак, мы с вами разобрались с качествами. А теперь должны дальше посмотреть. А что же он сделал во время своего управления? Потому что вторую цель мы с вами поставили. Изучить его управление. Берем листочек номер два. Листов по цифре два. Итак, сейчас ваша задача выбрать, подчеркнуть самые главные, опять мы работаем в парке, самые главные, на ваш взгляд, не больше пяти достижений, которые были сделаны при императоре Николая Первом. Я вам разрешаю общаться между собой потихонечку и выбираю самые главные пять свершений или достижений Николая Первого. Время пошло, у вас две минуты. Вот здесь. Спасибо. Продолжение следует... 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 Заканчиваем. Так, ну что ж, внимание. Молодцы, многие уже вспомнили. Слово «Внимание» на меня посмотрели, все это красиво. Итак, сейчас ребята, которые у нас сидят под цифрой 2, Настя, Люба, Маша, Алексей, берут свои листочки и будут к нами выступать. И нам сейчас расскажут, какие же самые главные свершения они выбрали. Пожалуйста, сюда. Говорим чуть громче, чтобы вас было хорошо, если всем слушали. Настя, мы слушаем всех, да? Итак, внимание, начинаем с одиннадцатого мужчину на слуге доски, Алексей, с тебя. Какие пять самых главных достижений? Первое. В 1826-м году царь создал второе отделение, канцелярия. Его главной задачей должна была быть подготовка единого свода закона. Итак, принимаем. Второе. В 1832-м году было опубликовано первое полное создание законов Российской империи в 45-ти томатах. Третье. Крымская война, но в которой Николай все-таки не заживался. Четвертое. Основание технологического института Петербурга. Он был первым техническим призом в России. И пятое. Основание императорской канцелярии третьего отделения. Тайной полиции для стяжения за состояние умов государства. Хорошо. О чем это говорит вот последнее? Ну, что после восстания декабристов... Боролся с кем? Боролся с настроениями. С настроениями мятежными, да? Совершенно правильно. Маша, ваша группа. Первое. Создание собственной категории вещества канцелярии. Второе. Подготовка единого свода законов. Третье. Ну, царь Нячвос при образовании направлено на улучшение положения государственных судей. Четвертое. Война с Турцией, где победила Россия и Османская империя от дипломатической зависимости стала от России. Хорошо. И пятое. Открытие первой России железнодорожники Кельбурда. Ну, Петербург и Царская сега. Хорошо. Люба? Мы написали. В 1831 году было опубликовано первое полное собрание законов российской эфири. А как это? А как это? Акрас еще? Второе. В 1831 году, в 1837 по 1841 годах был принят указ в обязательную пустяну помещикам для освобождать пустянку заключение с ним договора о поставлении. Можно пояснять. Второе мы поняли. Так, третье у вас. Ну, война с Турцией с 1828 по 1829 год. Хорошо. Четвертое. Основание технологического института в Петербурге в 1828 году. Это был первый технический босс в России. Так, пятый. И окончание построек в Николаевской железной дороге, соединяющей Петербург с Москва. Третье новое элитажное. 1850 год. Хорошо. И Настю послушаем. Первое. Создание собственного влечества канцелярии. Второе. В 1832 году было опубликовано первое полное собрание законов российской империи в 45 томах. 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 В 1826 году создание цензурный устав прозванный Чугунным. Также указан обязан христиан. И пятое. В 1837 году открытие первой в России железной дороги. Хорошо. Ребята, я тогда вот давайте к вам обращусь. Смотрите. У многих ребят у нас мы услышали одно и то же, да? Согласны? Вот я лично для себя отменю, что некоторые моменты можно было совместить, соединить. Вот давайте подумаем, что вы, какие пунктики соединили в один пункт. Илья, у тебя какие есть мнения? Во-первых, все отделы канцелярии можно было совместить просто, что Николай I создал канцелярию его института. Но она была, но он усилил ее работу, создал новое отделение. В смысле, пункты в один собрать, что не по отделениям рассказывать, а именно то, что он ее создал. Хорошо. Потом... Так, ну ладно, присядь, Андрей, помогай. Железные дороги и дороги. То есть он занимался активным строительством железных дорог, между городами большими и крупными. То есть старался... Ну, железную дорогу мы возьмем, да? Да. Или ты хотел соединить с автомобильными дорогами? Да, и с автомобильными. То есть занимался, как сказать... Строительственной инфраструктурой. Да, инфраструктура, что более развитые дороги, что ездить по ним можно было и... Для чего? С какой целью? Общение более проще было дается... Взаимодействие, да, между разными точками? Есть. Хорошо. Еще есть какие-то версии сейчас? Пожалуйста, Кирилл. Ну, вот, университеты можно было в один один, просто что он способствовал развитию образования. Молодец. Хорошо. Я вам даю задание. Выберите три из вашего вот общения быстренько. А пока вы выбираете, мы с ребятами разговариваем. Три всего должно быть в важном совершении. Еще есть какие-то моменты. Что вы, может быть, добавили, что ребята не назвали? Игорь? Ну, давайте. Ну, можно же... Вы сказали, кто это? Ну, можно объединить Крымскую... Основательную инфраструктуру. Войны, да, можно объединить? Да. То есть, одинаково, международное присоединение территории зависимости. Смотрите. Совершенно правильно. Войны были достаточно успешны. Есть еще у Васи какие-то дополнения? Все? Больше ничего не сделали? Илья? Ну, мне кажется, очень важное дополнение, что казнь только пяти декабристов. Декабрист — это все его правление. Смотрите, какой интересный нюанс. Мы привыкли и помним прозвище какого Николая Первого? Палкин. 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 Но наедине. Вот вместе с этой муштрой у нас соединяется то, что только пять казней за все правление. Правда? Это о чем-то говорит? Еще и нет. Все уже? Итак, ребята, мы Вас слушаем. Какие три Вы выбрали самых основных свершений, на Ваш взгляд? Первое — это создание канцелярии. Второе — это строительство железнодорожных и шоссейных дорог в России. И четвертое — это развитие образования. Третье только, да? Развитие образования. Спасибо. Вы присаживайтесь. А у меня сразу вопрос ко всем. Быстрее, быстрее, быстрее. Ребята, Вы заметили? У нас второй раз уже в разговоре о том, что строительство, формирование канцелярии мобилищества. А давайте вспомним два отделения — второе и третье. Значение этих двух отделений одинаковое. То есть мы можем на памятнике написать «второе отделение создал» и «третье». Это будет равное значение? Леша, второе отделение — это что за отделение? Чем занималось? Второе отделение занималось и тайным законом, а третье отделение — это тайная полиция. Как Вы думаете, для реформаторской страны какой из этих вот пунктиков будет наиболее важных? Артём? Для реформы. Для реформы второе отделение. А для реакции, для консерватизма какое отделение Вы напишите? Третье. Совершенно правильно. Ну что ж, ребята, сейчас мы с Вами переходим уже ближе к свершению, к созданию нашего памятника. Значит, сейчас я Вам даю вот такое задание. Я раздам листочки, у нас получится по одному листочку на памятник. Вы в течение одной минуты должны будете в своей группе обсудить и нарисовать какой-то один предмет, который будет являться символом правления Николая I. Это может быть любой предмет. Итак, Вы обсуждаете вчетвером и рисуете эту тему прямо по серединке листочка. Время пошло? Символ. Как Вам кажется? Вы можете вспомнить все реформы, просмотры лица. С каким предметом он будет? Это должен быть предмет у тебя какой-то. Подумайте. Сейчас мы поднимаем. Время штуки. Этот предмет он будет стоило! Я показываю в следующих шутках. Вы доступны в неделю можно и вернуть в коридор столовую стаметку. По 선생님у ph 그리고 그 чего? Как при הי Swedish Ha Av Haven. Спасибо. Спасибо. Рисуем фломастером, чтобы было видно хорошо. Ребята, у вас должна быть не художественная ценность, а именно ценность символа рисунка. Поэтому рисуем попустее, у вас слот нам еще осталось. Никаких слов, только рисунок. Так, заканчиваем, разукрашиваем, дорисовываем. Помогайте, у нас команда большая, один рисует, два разукрашиваем. Можешь подняться, поможем. Помогайте. У нас осталось совсем немного времени. Заканчиваем. Заканчиваем. Внимание. А не вижу, что вы меня слышите, не вижу, что вы за мной повторяете. Внимание, молодцы, красиво сели. А сейчас ребята, которые у нас сидят под номером 3, выходят сюда с рисунками и поясняют, что же вы такое нарисовали. Это у нас впереди Вася, Надя и Илья. Пожалуйста. Я подаю вам магнитик. Вы сначала показываете ребятам и комментируете, что это Андрей такое. Пожалуйста. У нас меч и пистолет. Это значит, что он очень воинственный. Очень было много воин, которые повлияли на развитие территории. То есть они увеличиваются вообще. Но состояние России очень повлияло. То, что он военным был? Хорошо. Цепляем нами бумажечку. Василий. Наш символ это меч и сабля. Меч и сабля. Хорошо. Почему? Потому что Николай завоевывал множество территорий и провел множество воин. Кем он был? Он был захватчиком. Он расширял территории России. Он был военным. Военным был? Хорошо. Пожалуйста, Илья. Так. Наш рисунок это замок. Замок с пушками. Почему? Замок олицетворяет то, что как будто за этим замком находится власть императора, который он всяческим образом пытался защитить и построил неприступную крепость. Пушки обозначают то, что это был человек военный. Он разбирался в военном деле. А вот эта вот крыша с... Вот эта башня с крыши, это означает нечто величественное, что он когда-то сделал. Так. Очень интересно. Да символично. Спасибо, Кирилл. Ну, у нас опять же сабля. Это признак. Опять же, то, что он вел захватческие войны. И у него было прозвище Аллы. Ну. Военный, да, человек? Хорошо. Спасибо. Садитесь на место. И сейчас, ребята, у нас с вами мы подведем итог уроку. И давайте с вами все-таки поговорим. У вас на столах лежат листы бумаги. На этих листах я вам сейчас попрошу вас написать либо три слова, либо три словосочетания, но не больше трех вот каких-то строчек у вас должно получиться, которые вы хотели, чтобы были на памятнике Николаю Первому. Время пошло. Быстрее. Итак. Три слова или три словосочетания. Спасибо. Отлично. Отлично, отлично. Быстрее, быстрее, быстрее записываем. Заканчиваем. Времени у нас очень мало осталось. Итак, команда у нас закончила. Заканчиваем, дописываем. Итак, тишина. Та команда, которая закончила, подходит ко мне, берет магнитик и цепляет под рисунок эти слова, под свой рисунок. Сделайте такой своеобразный памятник, Кирилл, вот сюда. Кто еще закончил? Быстрее, 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 быстрее. Хорошо. И последняя команда у нас осталась. Так, ну что ж. Внимание. Это у нас сами в конце такие финальные аплодисменты вам за ваш труд, за вашу работу. Но это еще не все. Мы создали с вами 4 символических памятника. И сейчас я хочу, чтобы каждый из вас, вот мы заканчиваем урок, подошел, посмотрел и нарисуйте, поставьте, пожалуйста. Так, что мы будем рисовать? Ну крестики, наверное, слишком банально. Давайте сердечки. Нарисуйте фломастером сердечко вот в уголочке внизу того памятника, который вам покажется наиболее точно. Урок, ребята, на этом закончен, а я вас прошу совершить путешествие по нашим памятникам. Возьмите фломастеры и проходите, конечно. Почитайте, посмотрите и нарисуйте сердечки на тех памятникам, которые наиболее правильные. Я посмотрю, какой памятник у нас победит сегодня. Так, все отметили? Так, рисуем уголочки памятники, которые нам нравятся. Я сейчас проверю, что у нас нравится. Любовь, любовь. Смотрим те, которые вам кажется наиболее правильными. Так, ну что, получилось у нас? Итак, давайте мы сейчас попросим... Маша, наверное, у тебя посчитай количество сердечек на каждом памятнике. Здесь 6. 6. Здесь 4. Вот, еще 5. А, во все 2 рисовала. А уже здесь? Так, а там? 6, 4, еще? 8. 8. 9. И здесь? 9. Ага. 10. 6. 6 даже. Ну, все равно молодцы. Я считаю, что у нас у всех хорошо получилось. 7. Тогда исправь, Андрюш, там 7. Так, ну все, ребята. На этом урок окончен. Можете быть слабыми. Спасибо вам большое. Выпиши микроскоп. Ох. 7. Ага. 11. е. 12.